Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на этот набор. Я показывала его в предыдущем видео. Купила я его на сайте Мир Вышивки. Многих заинтересовал этот набор. Попросили сделать обзор. Для тех, кто хочет сделать покупки в магазине Мир Вышивки, ссылочка для Вас есть в описании под видео. А также Вы можете воспользоваться моим промокодом INESA, который дает 10% скидку на первый заказ. В общем, вся информация есть в инфобоксе. Ну а сейчас приступим к обзору набора. А заодно сравним вот эти два наборчика. Черивно мыть и кристалл арт. То есть мы с Вами уже говорили, что черивно мыть и кристалл арт это подразделение одной и той же фирмы. И многим интересно, совпадают ли схемы. Я уже делала обзор Панны и Клард. Там одинаковые нитки, комплектации одинаковые, схемы одинаковые. Но вот в этих наборах я не знаю, одинаковые или нет. В общем, сейчас мы вскроем набор и посмотрим. Мне больше всего интересна схема. Какая же схема в этих наборах? Я попросила своих зрителей писать мне, какие комплектующие были у них в этих наборах. Я думала, что только Мадейра, либо Бестекс. Но бывает комплектация другими нитками. Как раз по тем видео по ссылке из Мирвышевки. Там девочки писали комментарии и обсуждали, какие у них были нитки в наборе. Но я буду делать вот на этот конкретный набор обзор. Размер 36 на 54 по мотивам картины Фрэнка, Бернарда, Дикси, Ромео и Джульетта. Я согласна с теми зрителями, которые пели хвалебные оды вот этому набору, вот этому дизайну. Да, мне он тоже очень понравился. Единственный минус, многие сказали, это нитки Бестекс. Но уже в прошлом видео я это обсуждала. Если бы нитки были дорогие, то цена на набор была бы совсем другая. Поэтому меня цена набора этого устроила. Конечно, я бы не отказалась от хороших ниток. Но за эту же цену такого не бывает. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. В общем, получается в наборе у нас цветная схема, инструкция. Аида 16-я, хлопок, бисер пресиоза. Меня смутила вот эта надпись «Бисер пресиоза». В этом наборе, как написали девочки, бисера нет. Но мы сейчас посмотрим. Возможно, это общая характеристика для других наборов Crystal Art, либо опечатка. В общем, сейчас вскроем и все посмотрим. Сразу хочу обратить ваше внимание на размер упаковки. Это не стандартная упаковка размера А4. Она в два раза больше. И в этом наборе упаковка большая. И вот в этом наборе тоже упаковка такая же большая. Обожаю вскрывать новые наборы. Для меня это особое удовольствие. Ого, сколько ниток! Ну, этого и стоило ожидать, поскольку наборчик-то не маленький. Размер картины не маленький. Так, что сразу хочу сказать. Вот так визуально первое впечатление. Ну, нитки, само собой, не блестят. Нитки похожи на обычные швейные нитки. То есть, нет у них лоска, нет блеска, нет лоска. Но я такими нитками вышивала. Результат все равно получается классный. Многие девочки пишут, что в процессе им эти нитки не очень нравятся. Но у меня уже несколько картин вышито. Я не скажу, что действительно нитки классные. Но и какого-то особого отторжения у меня не возникло. Больше неприязнь у меня к синтетическим ниткам с добавлением синтетики. А вот к этим ниткам у меня гораздо меньше нареканий. Но, опять же, это мое чисто субъективное мнение. Это все на любителя. То есть, одному человеку может одно нравиться, другому может нравиться совершенно другое. В общем, вот такие нитки. Нитки сложены. Вот так они сложены. То есть, все придется перевешивать. Вот что я больше всего не люблю, это перевешивать нитки. То есть, один раз человек уже потрудился, ниточки вот так повесил. И я должна сейчас ту же самую работу переделывать. То есть, все это снимать и вешать нитки нормально, как и положено. Лучше бы сразу повесили эти нитки, как и должно быть. Ну, получается, двойную работу делают два человека. Один, который комплектует, и второй, который вышивает. Я думаю, что это лишние движения можно было сразу начать вышивать. Но нет. Так, кстати, вторая планшетка. А вот вторая планшетка уже нормально. Смотрите, нитки висят. То есть, это у меня были нарекания к первой планшетке. А нет. Вот здесь коричневые нитки тоже такие же. Я вскрываю первый раз набор, разглядываю. Вот как раз вместе с вами. Поэтому все мои впечатления буду озвучивать. Я думаю, что это будет намного интереснее, чем видео по сценарию. Ну, во всяком случае, я такой формат решила сделать. Первые мои впечатления. Вот смотрите, здесь длинно, здесь коротко. То есть, здесь не перевешиваем, здесь перевешиваем. В общем, все это нужно разобрать. Я не совсем понимаю, для чего это сделано. Вот видите, я сначала подумала, что вот так повесили нитки для того, чтобы они красиво ровненько смотрелись. Но когда я беру вторую планшетку, тут совершенно ничего красиво не смотрится. То есть, какой смысл так вешать, вообще не поняла. Все надо было вот так повесить, да и все дела. Вот, бежевые нормально повесили. Так, ниточки. Ниточки не ровно нарезаны. То есть, видимо, не машинная нарезка, а ручная. В общем, ниточки разной длины. Я знаю, что многие девочки это не любят. Вот, кстати, для этого и делаем обзор набора. Для того, чтобы люди посмотрели и понимали, нужно им это или не нужно, нравится или не нравится. Вот даже если я говорю, чем я сейчас недовольна, я ни в коем случае не разочаровалась. Меня это так сильно не напрягло. То есть, я говорю по факту, да, вот то, что есть. Но сказать, что я расстраиваюсь или разочаровываюсь в наборе, нет, это не так. То есть, желание вышивать все равно у меня не пропадает, потому что прежде всего мне нравится дизайн. И, во-вторых, нитки хлопковые. В общем, это основные критерии, по которым я выбираю наборы. Чтобы схема была хорошо разработана и чтобы ниточки были хлопковые. Это еще дополнительные нитки. Но, понятно, там фон вышивается вот такими нитками. Очень много фона, много листвы. Поэтому все они уместились, нитки на планшетку. И еще вот такие дополнительные нитки. Так, канва. Какая-то канва не кипельно-белого цвета, но и вроде не серая. Так, АИДА-16 хлопок не написано, какой фирмы канва. А, так, я вижу здесь вот такую оранжевую полоску. Но что-то я сомневаюсь, что это канва Цвайгард. Вот видите, какая кромка. Я не помню, чтобы у меня на Цвайгард вот такие были дырочки. Хотя, может быть, это разная партия. Может быть, по-разному. Сейчас достала набор, который я вышиваю. Здесь канва Гамма. Это вот у меня чудесная игла. Комплектуется Гаммой. Здесь вот такая канва. Вот я хочу сравнить цвет. На камере, возможно, плохо видно. Здесь цвет кипельно-белый, а здесь немножечко сероватый. Но, мне кажется, в Цвайгард тоже канва кипельно-белая. Но я так думаю, что это канва Бестокс. Если нитки Бестокс, то вполне возможно, что и канва Бестокс. Я на этой канве когда-то вышивала. Она накрахмалена, но она не очень жесткая. Она накрахмалена в меру. И вот я вижу вот эти переплетения. Вот эти переплетения, как я вижу, они достаточно ровные. То есть самое главное, что у нас в канве, чтобы вот эти дырочки были ровные. Но я вижу, что все ровно здесь, все нормально. С канвой, я думаю, проблем не возникнет. А вот со схемой... Схема это да. Честно скажу, в глазах рябит. Многие не любят цветные схемы яркие. Она не просто цветная. Она местами цветосимвольная. То есть где-то идет просто цвет, а где-то идет цвет и символы. Я пробовала когда-то сканировать и распечатывать. Но из-за того, что глянец и блеск, не всегда значки хорошо пропечатываются. И вышивать еще сложнее. Я все-таки попробую ее отсканировать. Я все-таки попробую. Ой-ой-ой. Вот это да. Хотя, смотрите, очень большие фрагменты вышиваются легко. Достаточно легко будет вышиваться. Но есть вот такие моменты, где часто меняется нить. И еще вот такие моменты, где есть бэкстич. То есть тут тоже рябит в глазах. Так, следующее. Я не вижу совершенно пометки квадратики. 1, 2, 3, 4. То есть мне придется еще дополнительно прочерчивать и нумеровать. Кто-то вышивает без разметки, возможно, им удобно. Мне такой огромный размер. Вышивать без разметки это неудобно. Так, в глазах очень сильно рябит. Но если честно, я не знаю, зачем делать такие яркие цвета. Если производители нас смотрят, то пусть учтут. Если уж хотят делать с цвета символную схему, то вполне можно ее делать, как у фирмы Алиса или у чудесной иглы, побледнее значки и не глянцевая бумага. Кстати, глянцевая бумага стоит гораздо дороже, чем обычная простая бумага. Но уж лучше напечатать на простой. Зачем вкладывать деньги в глянцевую бумагу, если большинство вышивальщиц не любят глянцевые схемы. Но реально, когда мы лампу ставим, она отсвечивает. И тени вот сейчас отсвечивают по схеме. Но это просто неудобно. Хотя схема не очень-то мелкая. Я вышивала по такой схеме. Лимоны у меня были. Вышивала. Но вот к этому как раз у меня отвращение. Вот к такой схеме. В общем, буду сканировать. Возможно, на фотошопе убавлю насыщенность цветов. В итоге не знаю, что получится. Я, собственно, с этим расчетом и покупала, что я буду схему сканировать. И смотрите, схема двухсторонняя. Лучше бы это было отдельно, на простой бумаге и на отдельных листах. То есть в целях экономии схема получилась двухсторонняя. Лучше бы сэкономили на глянцевой бумаге, но сделали схему на отдельных листах. Потому что размер огромный. Пока вышьешь одну сторону, уже схема изрядно потрепится. Перевернешь на другую. И, возможно, уже на сгибах будут плохо прорисовываться значки. Так, в общем, схема – это огромный минус в наборах Crystal Art. Я такой сделала вывод. И ключ. Ключ на титульном листе. То есть я его буду отрезать. Но это тоже достаточно неудобно. То есть я испорчу титульный лист. И потом, когда буду делать вам обзоры, продвижение по этой работе, вот эта картинка вот так будет отрезана. Ну, понятно, что производители не рассчитывают этот набор на блогеров, да, что мы будем делать обзор, и нам придется отрезать вот так, да. Но я знаю, что многие вышивальщицы тоже не любят, когда на титульных листах вот такой вот так вот расположен ключ. Ну, а в принципе, во всем остальном набор меня устраивает, кроме схемы. Смотрите, еще какой красивый есть набор у Crystal Art. Ну, у нас спаниель, да, правда, рыжий. Вот, смотрите, какие красавцы. Тоже схема достаточно хорошо проработана. Вот этот набор мне понравился. Артикул BT-041. Как я уже говорила, вот эта картина мне очень понравилась. Так, ну что, теперь посмотрим, какая схема и какая комплектация в наборе «Черивно мыть». Набор по мотивам бугро «Невинность». «Черивно мыть», артикул М-35. Так, читаем описание. В набор входит Аида 16-я, Цвайгард. Вот здесь написано, что Цвайгард. Как раз мы сейчас сравним, какая была там. Мулине Мадейра и Глан. Так, как мы видели в том наборе, бисера не было. Так, открываем. Что мы видим? Что мы видим? Так, нитки Мадейра. Нитки Мадейра. Эти ниточки уже, конечно же, более блестящие. Но у Мадейры тоже достаточно приглушенные цвета. В других фирмах есть более насыщенные. Ну и, собственно, сама по себе картина такая. Тоже фона много. Такого коричневого. Внимание! Придерживайтесь следующих исправлений в таблице. Так, вот этот листочек к производителю стоило бы прикрепить к ключу. Потому что можно... Тут два положили. Вот, в принципе, можно потерять, когда распаковываешь набор. Так, ниточки. Но здесь уже с ниточками дела обстоят лучше. Нитки нарезаны ровно. Навешаны на планшетку нормально. Как положено. Ах, нет, ребята, смотрите. Вот. А с другой стороны вот так навешаны. По-разному. Тоже по-разному. Это вот на этой стороне навешаны одинаково. Хотя нет, сиреневые тоже. Ну, в общем, я удивлена. Комплектовщицы не знаю, по какому принципу развешивают нитки. И в том наборе и в этом неравномерно. Не знаю, что это такое. Так, канва. Сейчас меня больше всего интересует канва. Потому что там мы смотрели канву. Опа, здесь нет у меня кромки. А здесь у меня попал кусок без кромки. Поэтому я не могу по кромке сравнить. Но по ощущениям, по ощущениям, похоже, что канва такая же. Вот я сейчас приложила. Так, даже интересно. Вот пишите, девчонки, вот в том наборе, Цвайгард канва или какая. Видите, на титульном листе не написано, что Цвайгард. А здесь написано. Но на ощупь одинаковая. Если там канва другого качества, то она не хуже. Не хуже, чем этот Цвайгард. Хотя это белее канва. Та не такая белая. Наверное, все-таки Бестокс. Вот сейчас не могу уже вспомнить. Я вышивала на канве Бестокс огромные розы у меня. По-моему, там тоже была такая оранжевая полоска. Так, схема. Это тоже такая же схема. Я ее называю вырви глаз. Так, мало того, эта схема мельче. Она мельче. И смотрите, вот здесь коричневый цвет без значков. Так здесь даже не видно количество клеточек. То есть, как я должна считать клеточки? Сколько здесь клеток? Потом дальше пестрый идет. Слушайте, отвратительная схема. Отвратительная схема. Набор дороже. Только из-за ниток. Но схема еще хуже, чем там. Хотя, может, она и одинаковая. Хуже, потому что здесь вот пестрые значки. И она больше рябит в глазах. Смотрите, все то же самое. Также двухсторонняя схема. С одной и второй стороны. Также на титульном листе ключ. В общем, абсолютно все то же самое. За исключением ниток. То есть, цена на набор дороже. Только из-за ниток получается. Ну и, возможно, канвас Вайгард. Ну, в общем, вот так вот. Я думаю, дальше уж такой подробный анализ не стоит делать. Потому что самое основное, что интересовало зрителей, я вроде на все вопросы ответила. Ну и все вопросы, которые меня интересовали. Я, в общем-то, тоже на все получила ответы. Не знаю, буду ли я покупать еще наборы от Черивно Мыть и от Кристалл Арт. Потому что, честно скажу, по такой схеме вышивать долго я не смогу. То есть, я смогу вышивать маленькими фрагментами. А потом буду переходить на другой набор, где схема более комфортная. Но все равно я буду вышивать эти наборы, потому что мне очень нравятся сюжеты. У меня есть вот такой набор. И я хотела заказать вот такой в комплект. Но теперь подумаю. Теперь, в общем-то, подумаю, заказывать или нет. Хотя есть вышивальщицы, которых вполне устраивает вот такая схемка. Кстати, пишите в комментариях, любите ли вы вот такие яркие, цветные, глянцевые схемы. Ну и вообще, пишите, какие схемы вы любите. Большое спасибо вам за просмотр. Отдельное спасибо за лайк и за комментарий. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. И еще такой нюанс. Очень сложно набор уложить назад вот в эту плотную упаковку. То есть еще, если один раз я этот набор вскрою, то все, потом уже упаковка порвется. И мне придется искать такую огромную папку вот такого размера в два раза больше, чем А4. Видите, рвется. Никак не могу аккуратно сложить назад. И всегда мне было интересно, каким же образом комплектуют вот эти наборы, как они так аккуратно их складывают. Вот в этом плане производители меня удивляют, как они так все ровненько, аккуратно складывают.